Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Приоритете вложения в здравоохранение, образовательную и социальные сферы. В Югре подвели итоги исполнения бюджета региона за прошлый год. К казну всего поступило 299 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем в 2021-м. Весомую часть составили налоги. 91 миллиард – платежи организаций за имущество, еще 65 – НДФЛ и отчисления за прибыль. Потратили в автономии в прошлом году 314 миллиардов рублей. И эта цифра на 13% больше показателей 2021-го. Почти 70% всех денег пошли на развитие социально-культурной сферы. 86 миллиардов направили на образование и науку. Ввели корпус Югорского политехнического колледжа. Четыре новые школы, две в Сургутском районе, по одной в Сургуте и Ханты-Мансийске. Серьезные средства потратили также на здравоохранение, строительство, развитие жилищной сферы и промышленности, поддержку семьи, материнства и детства. Рост расходов обусловлен в первую очередь введением новой ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, увеличением количества получателей мер социальной поддержки семьи с детьми, в том числе ежемесячной денежной выплаты по критерию нуждаемости в случае рождения третьего и последующих детей, а также увеличением нормативных затрат на обучение детей. Исполнение бюджета за прошлый год обсудят на следующей неделе и в Сургуте. Уже известно, что по доходам казны отмечен рост по сравнению с плановыми значениями. Добиться перевыполнения помогли большие налоговые поступления, как по платежам на имущество, так и по акцизам на нефтепродукты – НДФЛ. Также 23 мая на заседании Комитета Думы по финансам рассмотрят поправки в действующий бюджет города. Необходимо утвердить распределение окружной субсидии в размере 1,7 млрд рублей на расселение жителей из аварийных домов. Также поступили 550 млн рублей для обеспечения государственных гарантий получения образования. Сократился объем субсидий на строительство школ в Сургуте. В связи с этим запланированы к поступлению 2,5 млрд рублей и СМЕД нужно вычеркнуть. В Сургуте продолжается голосование за объекты благоустройства города. Поддержать одну из инициатив нужно до 31 мая. Напомню, на выбор жителям предоставили 4 идеи по реновации общественных пространств. Это продолжение строительства парка на улице Республики, дальнейшее обустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, а также два проекта в 20-м А микрорайоне между улицами 30 лет Победы и Университетской на участке от ГИБДД до жилого комплекса за ручьем. Там может появиться сцена и спортивная площадка. Последняя лидирует в голосовании и набрала около 7,5 тысячи голосов. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» проходит ежегодное рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, реализация которых планируется в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая. На сегодняшний день жители города проголосовали больше всего за парковую зону в 20-м А микрорайоне, этап-площадка. За него проголосовало ориентировочно 7500 человек. Призываем жителей города не оставаться в стороне и более ответственнее отнестись к данному голосованию. От количества голосов зависит, выделят ли федеральные средства нашему городу. Окончание отопительного сезона уже не за горами и в Сургуте. Заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский рассказал, что подачу ресурса с высокой вероятностью завершат в начале следующей недели. По его словам, среднесуточная температура воздуха 22-23 мая может позволить это сделать. Батареи в многоквартирных домах охладеют с момента подписания главой города распоряжения о завершении отопительного сезона. Объекты здравоохранения, образования и социальной сферы будут отключены по заявкам от учреждений и при наличии технической возможности. Мы прогнозируем, опять же, то есть отопительный период у нас завершается, когда среднесуточная температура наружного воздуха за последнюю пятидневку составляет плюс 8 и более градусов Цельсия. Исходя из тех значений прогнозных температур, которые мы располагаем на сегодняшний день, мы выйдем на это условие уже к понедельнику или ко вторнику следующей недели. В Сургуте сегодня остановится поезд Победы. Он, напомню, курсирует ежегодно, весной в честь 9 мая. В составе 11 вагонов экспозиции военных лет. Они были отреставрированы и стали передвижным музеем воинской славы. В среду поезд Победы был в Солыме, сегодня в Сургуте. Воскресенье его ждут в Нижневартовске, а в понедельник в Ульт-Ягуне и Когалыме. Редактор субтитров А.Семкин точно обойдется дешевле. Новые коммуникации, новые окна, новые детские площадки и паркинги и ваша новая жизнь. Новостройки в самых разных частях города и района от компании Сипромстрой уже в продаже. Ипотека 3,9% на весь срок. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале Сургут-24. Субтитры создавал DimaTorzok